Фестиваль это же такая история. Выйти, бахнуть. Бахнуть, напомнить о себе и опять. Выйти, бахнуть. Коля Ротову, вернёмся к проекту небезызвестному. Телезрители пишут, что это вообще за стиль, так много фана и совсем непонятно, что за направление. Такое стебалово от музыки, по сути. Мы сформулируем, мы тоже долго шли к этому, потому что я должен был, я должен быть, то есть миссия, мы поняли, что на мне. У меня возложена миссия по открытию нового стиля. Мы как раз долго думали и придумали сочетание поп-андеграунд, то есть популярный андеграунд. Так что этот стиль называется популярный андеграунд. Не примитивный? Нет, популярный. А как так получается, вот такие незамысловатые стихи, вроде бы как 3,5 минуты на клип и всё ложится, вроде и поётся. Вот я помню, класс, наверное, у меня был пятый, я пришла к учителю сальфеджио, сказала там какой-то чик-чик-чик, здравствуй, я мужик, понка-понка, здравствуй, я девчонка. Вроде бы из вашего репертуара, а учитель сальфеджио не понял и сказал завязать с этим делом. Как у вас это покатило? Он долго шёл, я же сколько раз говорил, чик-чик-чик, японка, сколько лет я ходил в студии на телевидении, я ведь тоже никто не понимал. А потом? А потом, ну как-то вот, должен всё равно пройти какой-то путь, чтобы сказать чик-чик-чик, потому что должно как-то сформироваться, то есть надо помучиться, чтобы прийти, и ты уже когда уверенно это скажешь, люди такие, так вот же, ну ведь это же вот, это же вот, это же как-то, да. Не устали сами от этого? От чего? Ну вот от плохо сегодня, завтра хорошо, да-да-да, ну вот какой-то такой примитивный. Знаете, у меня очень интересная жизнь, мне повезло, у меня, я всегда занимался любимым делом, то есть у меня как-то не было какого-то разделения на, в принципе, я сейчас так думаю, да, что не было какого-то разделения, что, ну вот здесь я сейчас пойду, посижу, так, сколько без 5-6, ещё 5 минут сидеть в офисе. Вот у меня такого не было, я как-то всегда приходил и занимался делом в то время, в котором мне надо было, да, ну или, конечно, вот. Поэтому, ну а что, а что уставать-то? Я играю песни, играю на гитаре. И всё нравится. То, чем я, в принципе, ну как бы и занимался всё же, не хотел этим заниматься, да, и почему это мне должно не нравиться, почему это мне, ну как бы если вдруг там какое-то произойдёт, что-то такое, вдруг надоест, и как-то я пойму, что вот, ну как-то, ну, наверное, я что-то, чем-то займусь им другим, но пока мне это нравится, и я получаю от этого удовольствия, там, и есть какие-то, конечно, проблемы в своей, ну, там, ну, как-нибудь не без этого. Как-то этим летом я вас в центре города видела, а вы идёте пьяным на скамейке. Наоборот, с дочерью вышли, и я и думаю, вот этот человек, который поёт, вот, значит, вот, Басков не козёл, человек, который периодически вещает новости из Тагила, переодевшись спайдерменом, потом на басу, у смысловых галлюцинаций, и тут дочь ведёт такой примерный отец. А что у таких людей не может быть детей или... Да, дочь, чем занимается отец, знает, смотрит новости из Тагила. Ну, да, она знает, что и да, я играю в группе, смотрю какие-то песни даже, даже знает какие-то, да. Ну, то есть, как бы прониклась творчеством папы. Ну, это всегда же, это всегда, как бы, будут нравиться, нравится то, чем занимаются твои родители, то есть это уже изначально, да. Мне вот всегда нравилось, что мои родители работают в театре, я вот всегда хотел в театре, очень гордился этим. Ну, в общем-то, по стопам мы пошли от чести. Ну, да, практически, да, то есть, да, да, да. Я, кстати, Лена, я же, что я пришёл-то ради чего? У нас же, во-первых, хотел напомнить всем Екатеринбуржцам, что 28-го у нас, ноября, большой, красивый концерт во дворце спорта состоится с оркестром Бах. Хотел всех пригласить, напомнить ещё раз, юбилейный, нам же 25 лет. Оркестр Бах сразу за Скорпиумс играет со смысловыми галлюцинациями. Ну, неплохо, в принципе, на одной сцене. А второго, ну, не помню, подождите, давайте не буду с числом, потому, в общем, осенью, да, в октябре, скорее всего, в октябре ещё будет концерт Коля Ротов, ансамбль «Уральской грусти» имени П.П. Пажова. С новым составом, это наш второй концерт, вот первый мы отыграли на нашествии, а вот второй концерт как раз пройдёт здесь, в Екатеринбурге. У нас играют, видите, как удобно очень, у нас есть группа смысловых галлюцинаций, вот два... У вас очень удобно, они же операторы и монтажёры ваших клипов. Да, у нас вообще, у нас все и фотографы, и так далее, и так далее, у нас очень развитые личности все. Правильная команда подобралась. Да, и вот... Коля, можно я с вас обещание возьму? Какое? Вы придёте на репетицию смысловых галлюцинаций и подговорите их всех прийти в преддверии 25-летия к нам в студию, возможно, поиграть и рассказать, вот как это 25 лет стоять на сцене и попасть в историю. Давайте, давайте обещание. Ой, я не обещаю, вы знаете, я не могу обещать, потому что у нас большой коллектив, все уже люди взрослые. В возрасте. Очень сложно, очень сложно уговорить, очень сложно бывает уговорить. Но вы вообще осознаёте, что вы... Ну, я передам. Да, вы играете в группе, которая, в принципе, попала в историю. Есть однозначные, неоднозначные суждения, так или иначе, вот в историю, не знаю, там, Свердловского, Екатеринбургского и Российского рока. Это вот как титул уносить, как погоны или что-то осознанно? Ну, да, я захожу в магазины обычно, с ноги открываю дверь, вот, начинаю буянить в аэропортах, да, да. Это даёт мне право, даёт ей право. Ну, ладно, а серьёзно, ну вот если в серьёзного Коль Ротова превратиться и сказать... Ну, не знаю, ну, как? Ну, осознаёте или нет? Ну, я в таком масштабе, я, наверное, не сидел, ну как, я не сидел, не осознавал, так. Вот, эх, Колян, так ты же в истории уже бывала, вот так вот сяду, бывала на скамеечке рядом с берёзкой. Да, вот так, так не бывает пока, слава Богу. У нас время подошло к концу, водой обливаться не будем, всё-таки вы это сделаете в более тёплых краях, как и обещали. Лена, завтра же, мы завтра едем в Ростов, ребята. Да, мы помним же. Да, мы едем в Ростов, у нас завтра уральская компания на Донфесте выступает. И там, обещайте, обойтись. Мы, Чечерина, да, и смысловые галлюцинации. В общем, Урал завтра покоряет Ростов-на-Дону, а завтра же в Доме печати приезжает диджей Федя Фомин, наш очень хороший друг. Всех рассказал, положил. Так что, ребята, приезжайте, мы не сможем прийти. Федя хороший человек. И вода на себя, это за вами остаётся. Завтра Федя выйдет. Было у нас в эфире. До свидания. Спасибо вам большое, спасибо, ребята, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова